Финансируемые Кремлем источники сообщили о новом наступлении Украины в Курской области. Как утверждается, украинской армии удалось прорвать границу на юго-западе региона в районе села Веселое. Ряд телеграм-каналов, в том числе зиганутые блогеры «Два майора» Рыбарь и Юрий Подоляка сообщили, что бои идут в нескольких километрах от границы или даже дальше, а деревня может быть занята украинскими военными. Другие источники, например, канал Кондотиеро, утверждают, что бои идут в селе Новый Путь в двух километрах от границы. Спутники НАСА днем в субботу зафиксировали пожары в Новом Пути и Веселом, отмечает издание агентства. Российское министерство нападения официально тему не комментирует, утверждая только, что отразило несколько попыток наступления в этом районе. Лапти Аладдина традиционно разгромили 100 танков и победили украинскую армию 300 раз за два часа. Ахматовцы в перерывах между боями даже успели посетить день рождения сына Кадырова и проехаться в кортеже элитных иномарок. А когда вы это прекратите, к сожалению, я не могу спросить ни у вас, ни даже у Зеленского, потому что и он не знает когда. Я думаю, что он уже и прекратил бы. Понимаете? Это надо спрашивать у тех, кто вот эти гаубицы сегодня прислал. Вот когда их перестанут присылать, это закончится два дня. Ну давайте пусть уже перестанут. Что будет, если нас вдруг признают страной спонсором терроризма? Пожизненное все-таки то, что приняли. Это чересчур или это нормально? Нормально. Пора бы уже, наверное, смертную казнь возвращать. Возвращать смертную казнь? Да. У нас много людей не очень хороших и не очень доброжелательных вокруг. Я просто хочу напомнить, что еще месяца два назад польская пресса очень активно писала о том, что поляки введут свою группировку миротворческую на западную Украину 4 мая. Потому что 250 тысяч военнослужащих получили повестки в польской армии. Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний, населенных пунктов Авдеевка и Приазовская Донецкая область. Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы не установленного химического компонента. Самое отвратительное, что врут своим же. У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. С некоторыми из своих собеседников Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне. Я не верю на слово никому, потому что они бесконечно врут. Особо хочу отметить скрытые в ходе спецоперации факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Данную разложившуюся утку с кухни своих черноротых пропагандистов тувинский оленевод, которого в разгромленной армии давно помножили на ноль, решил в самой решительной форме обсудить с военным руководством Франции, Турции, Великобритании и США. Иными словами, эскалация боевых действий приобретает непредсказуемые формы, несущие угрозу всему человечеству. И надо не смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения. Все, что можно было, уже это было. В принципе, они пытаются соорудить нечто, как раз какую-то грязную ядерную провокацию именно в районе Херсон, Николаев, вот этого вот направления. Сегодня снова мы тоже подготовили наступательные кулаки, я так понимаю, и не один. И сейчас они это прекрасно понимают, осознают, они выдыхаются. И они сейчас вполне могут соорудить какую-то серьезную провокацию, связанную с загрязнением территории. Но загрязнять и львов они же не будут, вы же понимаете, куда, это же гнездо украинского нацизма, титульной расы. А вот загрязнять исторические земли Новороссии, это пожалуйста, это всегда. Тем более, что там оттуда можно на Крым долететь, да куда угодно может долететь. Поэтому они будут стараться, скорее всего, сделать это. Я так понимаю, что сегодня министр Шойгу, Сергей Кужегетович, явно общаясь со своими коллегами в разных странах, предупреждает, чтобы они сделали все возможное, чтобы остановить от этой провокации Киев. Но я сомневаюсь, честно вам скажу, что это, в принципе, возможно со стороны Запада. Потому что Запад изначально все это дело сооружал исключительно и ради того, чтобы вот здесь как можно больше нашей с вами крови провелось, и чтобы как можно больше все мы пострадали. Поэтому я не знаю, если этого не произойдет, это будет самое настоящее чудо, и это будет реально результат работы какой-то неимоверной силищи. На Украине фашисты. Старая армия мира. Беллаборатория. Ну вот, для этого нужен такой образ всепобеждающей армии. И погодите, завтра будем спрашивать, как произносится слово «поляныцы» где-нибудь там. «Поляныцы», да, в Белгороде. Скоро в Белгороде будем, значит, учить местную русню произносить слово «поляныцы». Примерно вот это, я думаю, что они должны, в общем, в планах своих иметь. Погружаете огромное количество людей в депрессию, истерику и психоз. Ну не надо этого делать. Ну не надо все рисовать в каких-то сверхтемных красках, да? Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три! Я, конечно, все жду, когда он помрет побыстрее, честно скажу. Я человек прямой. Я думаю, это принесет людям гораздо больше счастья, чем его жалкое существование в его дворцах с плесенью и его указы. Человек 20 лет не сделал, в общем-то, ничего в плане развития страны. Страна могла бы шагнуть вперед. Для этого надо было развивать и демократические институты, и судебную систему, и наук, и все остальное. Но человек, собственно, ничего не умеет, ничего не сделал. Его статус для окружения размылся, и нет понимания его функции в разваленной вертикали. Он всех подставил. Всех и вся. Всю страну. Весь народ. А в хорошее дни в деньгах. Вопрос морали, психологии. В принципе, он похоронил русский народ. Да, похоронил весь российский народ. Ранее у него были весомые ипостаси. Арбитр в разборках элитных групп, то есть башен Кремля, балансир, смотрящий. Его голос был самым важным, решающим при обсуждении всех вопросов. А теперь такой уверенности нет. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Когда жахнем по Вашингтону, будет ли война, и сколько будем сопли жевать? Объявленная мобилизация, пусть даже частично, не радует. Так же, как не радует перспектива ядерной войны. Так же, как не радует вообще военные действия никакие. Я, в конце концов, женщина, многодетная мать, я была бы, наверное, чудовищем, если бы все меня это радовало. Народ очень жалко. Очень жалко народу. Очередная манипуляция с текстом Конституции РФ, попытки запихнуть в него четыре частично оккупированные области Украины, символизирует как крах спецабосрации, так и кончину самой Конституции. У нас здесь что-то такая толпа из вас здесь отборалась? Путина, что ли, убили? Через чайное положение, что ли, объявили, что в стране? Документ пережил клиническую смерть после пенькового обнуления. А теперь его охладевший труп просто выкинули на помойку. Парадоксальная ситуация. После конституционного переворота 2020 года любой указ Путина противозаконен и может не исполняться. Сопротивление беззаконию, именно такой вариант поведения, выглядит единственно правопорядочным для граждан страны. Нужно от этого избавиться. Должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Величайшего геополитика ни во что не ставят и на международной арене. Пока свое одобрение путинской аннексии высказал лишь гений среди гениев военной стратегии товарищ Ким Чен Ын. РФ и КНДР – братья по изгнанию. Я думаю, что мы живем в самой прекрасной стране, самой свободной, у нас самый замечательный президент. Смотрите, люди гуляют, красота. Все вообще замечательно, шикарно. Я думаю, что мы живем в самой прекрасной стране, самой свободной, у нас самый замечательный президент. Смотрите, люди гуляют, красота. Все вообще замечательно, шикарно. Редактор субтитров А.Семкин